рад тебя приветствовать в моем подкасте номер какой мы выяснили 9 выпуск подкаста привет всем кто слушает слушаешь подкасты но не особо много кого-нибудь сервис сереже мезинцев иногда слушаю потому что у него гости интересны согласен вообще по-моему один из лучших подкастов из того что есть сейчас мне очень нравится я интересовался то что происходит я слежу в принципе понимаю то что это сейчас основное направление одно из направлений и люди большие компании вкидывают большие бюджеты на создание на продакшн подкастов в принципе понимаю то что максимально актуальные и максимально интересно может быть я знаю что есть много ребят которые снимают подкасты у них куча спонсоров то есть вот когда большие компании тратить деньги для того чтобы кого-то спонсировать подкастов да чтобы сама компания или ты это имел ввиду это имела но меня просят чтобы я вернул алкогольные встречи смотрел какой-нибудь подкаст где мы пьем я видела как относишься к алкоголю или к подкастах как раз картина с алкоголем но я думаю это вполне нормально немножко раскрепощает я думаю сознание особенно но по собой не становишься мыслишь по-другому наверно но в целом я сейчас поддерживаю с позиции что лучше не никак не расширять свое сознание оставаться чистым наоборот все по трезвому максимально да я тоже насыщается жизнь тем что ну и происходит в ней и так естественным путем я вот просто себя люблю очень трезвым поэтому я мало пью мало выпиваю вот иногда так смотришь думаешь блин кто-то наоборот любит в этом состоянии постоянно пребывать так скажем что так легче там быть на сам все самое обман и иллюзия ничего лучше трезвости нет да потому что если говорить например о съемках о каких-нибудь выездных проектах там мы всей команды выезжаем вот пока сколько бы там не было соблазна какого-то уже там расслабиться или там выпить что-то все такое сохраняют нас позицию что вот сейчас мы закончим снимать когда уже камеры в руках нет ничего уже вот тогда можно посидеть там выпить или какой-то повод есть а так абсолютно мне кажется видео несовместимы съемка видео с алкоголем или с каким состоянием но я чё скажешь на счет я даже не знаю как на это честно но я могу сказать то что у меня был разный опыт видеосъемки я в разных состояниях в разных состояниях снимал видеосъем видео занимался и у меня разный был опыт на эту тему и с одной стороны где-то хорошо где-то помогает это раздвигает немножко границы но рано или поздно приводит к тому что ты теряешься и из реальности упадаешь и ничего хорошего не несет с собой и творчество должно быть резвым все-таки муж какой-нибудь пункт который ты должен был снять просто забыть про него самый важный но со мной такого не случалось я просто снимал в очень веселом состоянии один из фестивалей дали фьюч пипл и я в этом состоянии сняла видео которое выиграла конкурс на самый лучший видеоотчет вот поэтому в воде ничего не даже не забыл может быть надо наоборот не трезвым но думаю что все таки мне кажется но если ты это то ты в чем вообще прикол мне кажется такого станет то что погружаешься поток ты ни о чем больше не думаешь это полностью увлечена в процесс съемки и я думаю что вот состояние потока можно войти без стимулятора без всяких интересно и надо какой техникой владеть определенный чтобы ходить в состояние нужно сделать то что любишь все и без фокусированным если ты делаешь то что тебе нравится и ты от этого кайфуешь что тебе не нужно не крутенько владеть чтобы это в эти состояния это просто делаешь свое дело и все это кайфуешь ну часто ты снимаешь какие-то такие такие мероприятия в последнее время все реже но весь творческий путь у меня красотова начался пять лет назад клубы с фестивальный я просто поехал на фестиваль был автобусный тур на альфьюча пипл фестиваль где находится и я искал как туда добраться и узнал то что со мной есть организация компания которая занимается турами туда собирает людей на автобусный большой и ведет туда людей и в их группе вышла информация о том что они ищут себе видео оператора и фотографа которые все это снимет и поедет бесплатно и ты я я вызвался сделал они бесплатно брали ты не платил я не платил вообще ничего я только сделал просто сопровождал и снимал снимал да но не не сопровождал просто снимал фотку и снимал видео и все и то есть у меня вся творчество началось именно с этих фестивалей и там уже потом нашел только слушай а как ты вот нормально соединяешь у тебя фотография и видео нормально у тебя но последнее время я был больше комбинируется на видео сфокусировался я вообще особо не знал что ты фотографируешь в принципе все кто видео снимает немного до фотографирует просто вот я например если мы снимаем видео там я снимаю то я фотографии вообще не могу заниматься это уже какое-то сразу мне мозг начинает как-то по-другому мыслить я уже начинаю как распыляться и пытаюсь сконцентрироваться ну да 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 раньше когда я учился там только фотография была такая тем что я настолько хотел снимать видео что когда я просто минус задача было по фотографировать я не выдерживал и снимал еще и видео какие-то там фотосессии еще немножечко бэкстейджа еще немножко роликов ты пять лет уже снимаешь да но получается 6 уже почти на что вот нам пока осознанно вдумчиво года ты наверно уже когда же более вдумчиво на слушай ну вот если там зайти в твой инстаграм например посмотреть какое-то портфолио что-то выкладывают какие-то интересные такие я бы сказал андеграундные какие-то зарисовки ты не вот эти интерес как вообще воспринимается вот мы с тобой как-то пересекались но мы особо не были на контакте интересно какой образ создается вот суде вот по инстаграму на самом деле тоже интересно взамен послушать всегда вот ну вот я могу сказать что мне кажется что ты такой чувак из какой-то своей тусовки довольно большой круг людей которых я вообще не знаю я думаю что это может быть обусловлено тем что у нас есть разница в возрасте вот и ты постоянно около музыкальной среде это либо рэп это либо электроника либо еще какая-то музыка но я думаю что в твоем окружении очень много музыкантов правильно вот мне нравится из того что я вот запомнилась мне нравится когда ты делаешь вот эти вот короткие нарезки из всего типа какой-то период там за за лето за лето 91 секунду где-то ну вот да что такое я люблю такие вещи это такой как шоу рил вроде ничего такого связанного вроде бы и какие-то яркие моменты то есть чужую работу смотришь в принципе не мне при не можешь так проникнуть сюда это ты понимаешь что это за кадр где это было что это за человек почему ты именно какой-то важный момент но клёво то что ты это делаешь собираешь и это такое интересное на интересное взглянуть вот это то что мне например приглянулась и я считаю что это прям отличная идея мы взяли очень много много чего снимал за свою жизнь и почему-то будет сам большой оттрика именно вот эти ролики нашли самый большой атака получил с них может быть и может быть это там была какая-то идея голова была к это концепция то что деньки секунду я могу просто для тех кто не знает то что я 2017 году летом решил что я буду снимать каждые снипс секунды видео и будут эти получился на секунду лето то же самое было потом с осенью здесь секунду осень и была какая-то идея наверное может быть букет концепция может поэтому зацепила может какой-то момент тебе, друзья, потому что сама идея она сама по себе довольно оригинальна в принципе то есть даже если посмотреть твой ролик там может быть ты же не снял одну секунду может быть это был какой-то длинный ну конечно это был съемочный день или это был просто там какой-то отдельный целый ролик но ты взял там из него с этого дня одну секунду условно и смонтировал притом это все с живым звуком вот это мне нравится я люблю мне кажется честно говоря наверное если ты говоришь что это одно из самых популярных то что людям нравится то я думаю что в этом есть залог успеха ими то что это сделал с живым звуком ну да я тоже так думаю чё сам вообще любишь снимать но все больше меня все больше приходит осознание то что я документалист и мне нравится снимать принципе свою жизнь и принципе жизни люблю музыкальные какие-то клипы и принципе люблю то что происходит вот 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 здесь сейчас моменте но это сложно мне что-то режиссировать что-то ставить какую-то постановку какие-то режиссерские идеи выносить мне просто нравится документировать жизнь свою чужую в принципе вот как она и то есть это ловить просто момента как можно сказать как репортаж вот сейчас увидел поймал момент снял а ляжет это не ляжет в какую-то идею концепцию уже дальше будет понятно надо чуть-чуть снял из такого за что за что ты прям вот горд я думаю что вот это это секунды секунды лет секунду осени да довольно люблю вообще эти видео и я горжусь работой своей я понимаю что то но есть один клип он называется на входе я из-за этого на съемке этого клипа вернулся из москвы когда туда уезжал чтобы снять этот клип думал то что его за две недели сниму еще разойдемся поеду дальше москву жить то я остался тут навсегда в общем это клипа который полностью отражает в принципе мое какое-то видение и это ты видел вообще этот клип мне кажется где со спины все снято да про поиск себя я вижу много в нем недочетов сейчас потому что уже меняется отношение к видео и мировоззрение многие вещи дела по-другому но там вот прям концентрация всего того что я чувствовал всего то что переживал он наполовину автобиографичным и все что со мной происходило с музыкантом сколько происходило все там как бы отражено и я считаю что это хорошая работа она сильная работа и одна из тех штук которые показывают на вечеринках друзьям когда мы просто общаешься тут показывать то есть например ты познакомился человеком ты говоришь что ты чем занимаешься такой же я видео снимаю покажи что там снимаешь да например то ты скорее всего включу тот ролик но есть ряд роликов которые включу но он один из них потому что мы едут и что то что мы идеи хорошие то что там все снят с третьего лица и то что там мысль заложен на поиски себя поиски своего предназначения и там документалистика тоже которая очень сильно люблю и лайфстайл это все концентрация того что я люблю то что мне близко слушая вот расскажи немножко про музыкантов тоже много с кем работаешь вот из какой-то такой правильность я скажу там андеграундная тусовка но все равно это же еще не не суперзвезды правильно это ребята которые тоже такие же там условно как ты ты занимаешься видео они занимаются на на уровень там плюс-минус известно может быть в москве с кем-то я не знаю сотрудничал из известных вот расскажи как работаешь с музыкантами ну что что тебе именно интересно как строится работа взаимоотношения или давай начнем с того что как вообще возникает идея у них с тобой по взаимодействовать взаимодействовать потому что я тебя вот по самарской еще опять же тусовки знаю что я с некоторыми ребятами пересекался кто с тобой работает или работал там как-то что-то делали вместе вот там мы с ним делали я говорю о я знаю кто вот это мы с ним там делали о я знаю ну то есть я знаю вот так а как вот как какая у тебя есть вообще не стратегия как правильно сказать как вы работаете просто как это происходит магия давай лучше так волшебство вот это то что они пишут музыку та которая должна же тебе понравится чтобы ты правильно что сделал клип вот как как это происходит какой-нибудь пример но на примере я очень люблю работы когда у нас получается паши тетерином у него проект папа пахса паша есть все строится принципе на ощущениях мы просто выбирается какая-то песня под которой хочется что-то визуализировать у паши рождается какая-то идея и он приходится ко мне с этой идеи помогаю ему эту идею реализовать просто теми средствами которые у меня есть и теми навыкам которые я обладаю и потом вместе снимаем задаем помещаем его какую какую-то ситуацию например в ситуацию с клипом карты бита взяли джип пикап и поехали на рассвете по дороге в общем бегать и кататься на пикапе простая ситуация из этой ситуации мы просто выжимаем максимум по факту мы просто хорошо проводим время и продвинуть тут снимаем из этого получаются какие-то работы также было с клипом подожди с которого у нас с ним взаимодействие все началось мы просто бегали с там была героиня насти был пашем просто бегали по торговому центру в навыру просто бесились проводили время хорошо и я просто все это снимал по большей части это просто хорошо проведенное время и продвинутая съемка то есть никаких там четких планов раскадровок там ничего с раскадровкой я работал только один раз когда мы снимали на входе клип потому что нужно было все продумать детально это впервые когда мы сели нарисовали позвали художника чтобы все это расписать рисовать и более серьезно к этому подходили а в целом все мои клипы все мои но большинство видео они сделаны чисто на ощущениях просто как это все чувствую я как качество музыку как ребята чувствуют себя сам со мной и все такое но основном все довольны все прекрасно понимает уже как ты работаешь да и сарафанг ну да вот начали на чё идут что что больше всего как думаешь ценят в твоих вот проектах клиенты есть так можно назвать я я думаю я думаю что ценят комфортное времяпрепровождение потому что мы реально ну просто нам комфортно друг другом работать и ценят результат который получается думаю есть какое-то чувство вкуса у меня заранее у них совпадают с твоим да видение видение и их какие-то задачи которыми они эти видео преследуют эти задачи ставится и они выполняются просто и все думаю как то так это на самом деле давно уже клип не снимал и немножко от этого отошел последнее время и мне сейчас сложно так даже вспоминать то что ты был довольно давно все и чё на чем работаешь сейчас я просто сфокусировался уже у меня расскажу быстренько всю историю с музыкантами которая у меня была я в них можно не быстро да я могу в общем увидел в ребят большой потенциал и мне захотелось как-то помочь как продвинуться дальше по с творчеством потому что все ребята которые меня окружают они очень талантливые я вижу у них нереальный потенциал на и понимаю то что нужно видео чтобы продвинуть дальше и я очень много времени очень много сил энергии тратил на то чтобы кому-то помочь и кого-то продвинуть снимал какие-то клипы снимал видео там и делал это не очень довольно дешево бюджетно по свойски для своих и в то же время я забыл вообще про себя и забыл вообще куда я иду зачем я иду и сейчас последнее время просто занимаюсь тем что я вы реализовываете свои потребности задачи которые стоят передо мной ки цели для всегда помогать от сложно немножко нужно остановиться сфокусироваться на себе и я сейчас просто сфокусировался на себе у меня был долгий период когда я сбился с пути у меня всегда было представление куда я иду зачем потом какой-то момент что-то пошло не так моей жизни я немножко съехал короче свои дистанции свои трассы только сейчас я возвращаюсь свое состояние которым я находился до всех переживаний глубоких и сейчас я начинаю принципе по-другому уже жить и работать и сфокусироваться просто на себе и реализовывать какие-то проекты сейчас потребность была в команде потому что я всю жизнь творческую жизнь шел один был с вами в вакууме ни с кем особо не контактировал и сейчас просто есть потребность она как-то реализовывается в команде с кем можно было бы объединиться и двигаться куда-то дальше совместно потому что у меня есть навыки которыми я владею есть стремление есть цель куда куда хочется прийти я понимаю то что если объединить усилия то мы можем прийти к этому все вместе поэтому я искал команду команда более-менее сейчас находится кому нужны какие-то видео и думаю дальше вот так будет идти есть какая-то цель которую можно озвучить к чему ты стремишься ну а хочется сейчас просто нормализовать уровень жизни свой немножко выйти на более другой уровень жизни на какой-то более стабильный сейчас мы реально такой этап я не знаю мы говорим вообще более поверхностных вещах или можно поглубже наоборот то чё я вообще довольно мне кажется глубокий человек в этом плане то есть я пришел вообще в видео из музыки я не знаю вот насколько что ты обо мне знаешь да но у меня музыкальная школа которая во мне в общем-то родила это такое творчество у меня просто потрясающий преподаватель был по гитаре и я ушел вот с головой в музыку но тем не менее там учился и работал естественно других работах не связанные как с музыкой вот но долго сопротивлялся и путь был тоже такой тернистый но все везде как пригодился до везде к но в итоге все равно вот через музыку через вот желание создавать клипы себе и увидел просто то что этого никто не делает а я как будто бы уже вижу что я могу делать люди которые этим занимаются видео я даже не подумал почему они не могут сделать то что вот я вижу и так вот все начало я помню ты рассказывал одном из да и и и как-то вот с тех пор музыканты для меня всегда так и оставались люди для которых совершенно другие цены я имею ввиду все более доступно и если музыка хорошая я вот готов вообще работать за очень низкий бюджет я прекрасно понимаю и у меня тоже есть желание такое вот поддержать музыкантов потому что но это же это их практически один из главных таких способов как-то себя еще свою музыку визуализировать дома и уже только слушает а так и еще как будто и посмотреть можно если это сюжет в треке его можно отобразить например то есть да и как это раскрыть это же я слушаю музыку я себе так представил да ты слушаешь музыку ты себе другие какие-то образы представил и мне нравится этот способ рассказывать свое видение при том что это не обязательно должен быть какой-то вообще там очень сложный и непонятный там сюжет абстрактные вещи они могут быть довольно прямолинейны я не знаю я например влюбился в последний раз в группу по садена тольяттинскому молодые ребята такие и я просто один трек я слушаю постоянно я его просто настолько себе четко представляю я бы очень хотел снять клип но пока им еще вот первый раз это я признаюсь но уже перед камерами уровень глубины достаточно для подкаста вот я бы с удовольствием снял клип но я знаю сейчас уже мыслью немножко не так как бы имея продакшен и классных ребят команду да я мыслю о том что как бы сделать для них классный клип и чтобы не они деньги из своего кармана вытащили которая не явно там давно даже на музыке то и заработана возможно а кто вы еще к нам такой присоединился которым бы смог это выявить тоже может быть свои какие-то потребности какого-то спонсора найти вот и я в принципе себя нашел еще не только в видео а еще и в организаторских каких-то адресирования ну да мне нравится вот это вот соединять видеть что-то мне нравится вообще с людьми общаться которые тоже умеют вот у них такая страсть к находить специалистов делать коллаборацию вот эти вот нити создавать и иметь к этому и желание и талант и мне очень нравится я думаю что мысли очень материализируются очень сильно правда в моей жизни таких примеров сотни просто то что я думаю и дальше иногда только пугает скорость этой мысли иногда она чуть дольше иногда она просто настолько молниеносно срабатывает что даже жуткого на то что например было много вот и я просто сейчас это у меня лежит где-то на кого подсознание о том что я хочу сделать клип для вот этой группы может быть это все не так случится но где-то какие точки соприкосновения точно будут может быть именно ту песню можно не для той группы но что то такое произойдет однозначно вот поэтому я думаю что я просто это дожидаюсь момента вот этой возможности то есть не знаешь выжимать из себя все последнее ради чего-то какой-то точки которая тебя потом может уничтожить если что ты ты не дай не добьешься того результат который ты хотел есть такой момент ты ждешь возможности да ты ждешь возможность вот это правильно придется возможность реализовать вот эту идею но только чтобы всем было комфортно как раз чтобы это было и времяпрепровождения такое не страх от того что что если ничего не получится да а наоборот блин будет все классно потому что у нас вот это что мы можем вот то мы можем вот это сделать и потому что все это было грамотно организованно и продумано но я даю волю спонтанности все логист но я даю всегда вот какую-то волю экспромт даже на самой постановочной прогнозируемой рекламе по раскадровке где слово в слово 20 процентов экспромта я всегда даю потому что все до конца не можешь представить как это будет мне нравится постановка но я люблю ловить какие-то вещи которые случайно происходят этот мне кажется самый крутой случайно рождается да почему-то я понимаю что собирающийся шоурию и собираю его из кадров которые очень случайные правда но если не делать прогнозируемые кадры случайных будет меньше правда то есть если ты больше делаешь вот таких целей ставишь маленьких там себе то ты вниз них больше выдергиваешь и вот это их вот этой случайность можно развиваться в рамку можно загнать себя в рамки в них в этих рамках развиваться по-разному на можно я иногда думаю что мы так не загоняем себя в рамке но потом так все взвесив оказываясь в каких ситуациях понимаю что все-таки рамки есть и они довольно понятные вот люблю новое что-то обожаю клиентов с абсолютно какой-то новой идеи где можно применить что-то что-то первый раз только услышал а уже это захотел до снять потому что это что-то такое мне вот понравилось с идеей с дензи и когда 8 восьми бит восьми бит это было круто я рад что ты заценил потому что мне кажется что мы не до конца как-то пропиарили что ли не но это же не только от нас зависит но для нас это самое наверное безумная вообще была идея по реализации какого-либо проекта в вот в рамках видео продаж мне 8 не делали никогда восьми битное ничего и какая-то отрисовывали создавал технически да мы нашли классного иллюстратор с которым уже продолжаем работать на других проектах мы изложили ему раскадровку идею расписали какой должен быть сюжет у этого героя вот и это довольно большой был чуть ли не целый прям гейм такой набор уровень и когда мы посчитали прикинули сколько это будет стоить такое количество деталей отрисовывать мы поняли что это очень большая сумма и огромное количество часов анимации и и мы же взяли еще в расчет того насколько мы это хорошо умеем делать а мы это не знаю мы с этими сталкивались то есть вплоть до того что я брал реальную дэнди приносил сюда в студию мы играли во все разные игры тыкали все подряд и смотрели уже не как раньше когда мы играли чтобы выиграть а как двигаются персонажи как двигаются параллакс да вот этот уровень какие есть особенности характерные у движений эмоциональных выиграл зашел переместился да как это все происходит и и мы начали по ходу дела уже придумывать какие-то вещи а потом когда мы изложили мы поняли то есть вернусь к истории то что это многодетальная была история мы изложили заказчику поняли совместно с ним что это довольно будет неприподъемная и нам нерационально на такой большой вдруг проект тратить столько денег и мы таки подумали может быть мы сделаем пилот маленькую часть не выявили из огромного уровня маленькую часть где только за встречаясь с заказчиком и начинает строится дом и какой-то как будто сократили до трейлера к наешка с длинному уровню с препятствиями и трейлер мы уже потянули по деньгам он зашел в принципе дали иллюстратору да вот никто не сработал он или нет интересно ты знаешь вот этот заказчик который вообще не не боится быть непонятым он создает себе определенную репутацию и делает абсолютно креативные вещи в той среде в которой не делают практически таких креативных вещей я думаю это его повод выделиться и он абсолютно бесстрашным подходит к самым безумным идеям знаешь как мы придумали это мы сидели болтали и думали чтобы нам такое снять и мы думали о видео о готовых с людьми и была идея какая-то и просто в один какой-то момент происходит магия мы поворачивали дорогу и чуть ли не одно слово это должна быть восьмибитная игра это должен быть образ из типа дэнди и у нас вот такие вот глаза я блин видеть вас записать бы вот это со стороны это не абсолютно неподдельные эмоции когда ты одновременно с человеком ловишь придумал идею она не моя она не его на наша реально цельная все мурашки побежали волосы зашевелились начинаешь уже думать ты уже в этой игре ты уже начинаешь думать как чего не делать такой он он долгий проект но он такой не напрягающий учет по нему тихонечку дел дел прервались могли там заниматься другим проектами иллюстратор пока рисовал все отрисовал отчасти какие-то рисом начали анимировать нравится не нравится но нам многое дал художник вот который на рисовал он привнес ту вишенку на торте который нам и как люди которые занимаются именно видео все таки они иллюстрации мы такого не смогли додумать то есть например закинутый туда рояль мы могли придумать но что он будет с дрона туда запущена через крышу это спасибо вот борис и борису иллюстратору кстати может быть ты его знаешь барабуля вряд ли она маг мало кого знаю вот ну в общем если борис вдруг решил послушать этот подкаст ему большой респект да потому что это было прямо вообще такая такое счастье получается эти картинки ты же привык сам визуал создавая а тут тебе дают твою идею кто-то как будто ты удаленно заказал еще и доработали его лучше да а потом пошел sound design все звучки а потом пошли к уже там дрожание какие-то вот эти поверх всего в этом проекте ты своими руками что-то делали ты просто занимался организацией людьми подбором людей рисовал раскадровочку и остальное контролил прямо своими руками наверное я даже ничего такого делал по моему я музло нашел бенди играли генерили но в основном можно сказать что продюсировал потому что я рисовать я хватает творчества и называю сейчас да я знаешь так привык сразу я заранее где-то чувствую что его не хватает чуть происходит они когда такой знаешь дожил до какого-то момента и такой блин чуть-чуть на творческое снять всегда есть вот таком вот знаешь на всегда есть список того что очень хочется снять но ты просто по факту живешь делаешь работу и ждешь когда же появится этот момент и как только он появляется ты им сразу пользуешься это может так прожить до 35 до 40 лет понять то что момент не появился ты потом поймешь то что то что ты живешь жизнь которого ты хотел поэтому мы стараемся быть легкими на подъем то есть мы даже были когда вот у катя фамина она там говорит вот у вас там большой продакшн так далее вот я вот мне такое ощущение когда говорят что большой продакшн что это значит что тяжело людей сподвигнуть на спонтанную легкую продукцию какую-то и что-то что-то создать быстренько я вот не хочу от этого ходить я хочу и быстренько уметь создавать видеопортрет там он поехали хани мы снимали да на природу это уже вообще спонтанно и безбюджетно но это красиво и это как ты сказал мы классно провели время и и как бы и есть чё в шоурил оказалось положить сразу поэтому и соленый мы познакомились на этой съемке который у нас уже гримером работал других площадках поэтому я знаю точно что на некоторые вещи нужно не бояться не быть скептиком и соглашаться идти и пробовать потому что неизвестно к чему это может привести абсолютно абсолютно как бы с неизвестными людьми попробовать вместе что-то сотворить это похоже немножко на то чтобы прийти в подкасты и построить интересный разговор с неизвестным человеком это похоже немного вот мне это также нравится также доставляет удовольствие разве мы с тобой когда-нибудь могли может быть в жизни если бы не подкасты собраться и посидеть два часа в комнате где никого не сомневаюсь но я думаю что к этому дороге все-таки вели потому что мне все равно так иначе было бы интересного пообщаться и в рамках подкаста и вне подкаста потому что начинаю интересоваться тем что же происходит в городе и кто чем занимается ну и я в принципе обменивать собрались и инициатива она она срабатывает поэтому я я всегда рад что мне люди пишут что они слушают вот нет ничего ценнее чем знать что ты делаешь и это важно для кого-то то есть для меня то точно важно а что еще для кого-то это очень приятно но долго ты не по не протянешь долго что-то делать что важно только для тебя нужно какой-то фидбэк так на начать получается понимать то что кому-то есть ли за кстати фильм интересный 4 про него вспомнил называется почему мы креативны смотрел это документалка чувак 30 лет снимал фильм и он 30 лет по всему миру путешествовал искал повод встретиться со знаменитостями и задавал им этот вопрос почему вы креативны это казалось бы так банально вроде бы с другой стороны даже известные люди толком не могут сформировать свою свой ответ он там общается с далай-ламой из тарантино и из боу и самый такой спойлер только один скажу больше ничего не буду с одним чуваком встретился в начале и потом спустя 10 лет еще раз с ним встретился и задал ему тот же вопрос а он уже забыл что он с ним встречался и он отвечает совсем по-другому уже прикинь круто я считаю это главной фишкой этого фильма но то что говорят люди какие люди и какое он собрал огромное количество знаменитостей это прям круто тот фильм когда вопрос не в качестве в содержании офигительная документалистика вот даже вы же видите как чувак немного состарился за это время ну на самом деле задача 30 лет конечно да и это легко все поменялось он уже заслуживает внимание посмотри он уже в доступе я смотрю первый раз на закрытом показе в ходовых через сувенирную лавку смотрел да конечно мы вчера перебирали фильмы для школы для пост поста что из документальных фильмов про искусство связанных каких-то что чтобы такого порекомендовать ученикам и пока вот в нашем списке это абстракт-сериал от netflix очень рекомендую каждая серия про разного талантно разных людей которые занимаются каким-то необычным искусством кто-то игрушки создает на детской площадке необычные кто-то шрифтами занимается и буквами кто-то архитектор какой-то необычный очень очень классная классный сериал я его несколько раз пересмотрел было бы сезона это такое кино которое бережливо смотришь по чуть-чуть не расходу просто же вышел вот нет а видео с ром позже будет а пускай и они не все же пересекаются кто-то увидит этот пост я просто думал для себя чтоб час не записывайся потом увидели вот и там в том же списке и креативные и в этом же списке наверное будет свинирная лавка и еще я вспомнил про фильм в поисках сахарного человека не совсем документальный но это знакомая самый на мой взгляд удивительная судьба музыканта которые вообще когда-либо это не про глухого музыканта случае нет это классный фильм он не документальный это про музыканта которые думали что он умер давным-давно он просто бросил музыка заниматься заряд есть крутой фильм он про искусство тоже по жизни художника но он не документально он художественный такие шкитана если не ошибаюсь я ничего не путаю зовут режиссер называется ахиллеса черепаха там про путь художе не подходит под этого режиссера покрыть ну да 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 он очень круто снят там каждый кадр можно печатать и вешать на стену потому что гениальная работа операторская и с цветами там же круто все сделано и крутая идея и весь путь творческий как в общем сильный фильм я слушал один очень большой подкаст про такие шкитана про его биографию там перечисляются его фильмы какие-то которые значимые ну спасибо за рекомендацию посмотрю вот так вернемся к теме да и глупо какой тем давай я да я дать ему за тебя убедить на чем мы оставались не поверхностные видеомейкеры и видео продакса гнали вот ну расскажи про вот этот тот самый путь когда ты шел и забыл куда куда иду потерялся но у нас своего как да 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 свернул его пути свернул туда уже дорожье да ушел какие-то самокопания в самосерзание там были куча невысказанных эмоций чувств нереализованных каких-то надежд и в общем а ну меня сильно просто пошатнул то что произошло там в течение обстоятельств ушел там уходил часто из реальности и вот только-только вот я возвращаюсь в этот мир уже снова с новым как бы мышлением и с новыми как думаешь почему взрослением почему произошло нет ты знаешь я даже не так спрошу ты говорил что было перед этим ты помогал очень много делал бесплатный и делал для кого-то постоянно и не думал о себе вот я вот лично в этом зацепился ну да там потому что важно слушать себя доверять своим ощущениям и следовать тому что тебе то что тебе хочется что тебе нравится когда ты начинаешь думать из кого-то другого и пытаться сделать как-то во благо ему забывай про себя то это может только кончится после слушать себя доверять себя то о чем я всегда говорю о чем я всегда думаю потому что это верно верный путь задевал затевали с вова и суховым разговор на тему там свадьбы я так сказал фразу такую что про душу что и нога уже вкладывая что и не нет столько что я думаю что вот как раз это та история что когда себе ничего не останется вообще у меня музыка в жизни она может сказать исчезла из-за того что я все в другое русло направил я сам не заметил как так произошло но в какой-то момент песни перестали писаться и я что-то не понял что такое но кто-то мне сказал когда мы по душам разговаривали с кем-то с друзьями сказали так ты все туда отдаешь зато смотри как у тебя тут хорошо все уезжается а там прям был очень сильный такой прогресс в видео я имею ввиду я не знаю я смотрю на некоторых от этих талантливых людей и просто поражаюсь как они как они есть же люди которые пишут альбомы снимают фильмы пишут картины одновременно и чуть ли до это не одновременно сидел и все хорошо и было была такая классная шутка вспоминается про дэвида боу и шкала как-то типа расстройства себя по биографии дэвида боу ты типа смотришь месяц и год возраст свой и сколько было и что сделал боу и в этом возрасте и у него там чуть ли не каждый месяц и года его жизни это какие-то великие вещи великие вещи события да и ты можешь посмотреть и поплакать просто насколько ты ну букашечка по сравнению но кстати вот это затронутую тему и это одна из тех тем которые меня сильно выгоняло вообще в апатию в депрессию и в за эти переживания то что я сравнивал себя с кем-то кто стоит выше меня когда я смотрел на работу ребят которые меня вдохновляют сравнивать с тем что делаю я думаю господи что я зачем я сейчас занимаюсь это нужно просто прекращать потому что это никуда не годится и вот из-за того что я как от себя сопоставлял с кем-то тем кто находится выше обесценивая свои весь свой опыт весь свой путь и себя не хвалил ни во что себя не ставил и от выгонял как раз вот в эту апатию в тоску и сильно влиял на красной путь да то есть нужно нужно она равна из задач нужно научиться как-то не сравнивать да и это практически невозможно ну потому что эфир он постоянно запомнил да отключиться если отключиться от него тоже странно тогда получается что ты еще отстанешь тоже да ну ты как будто бы уж не в теме но тут знаешь мне кажется вопрос о том что ты должен дойти до какой-то точки своем развитии творческому либо в принципе по жизни то что ты у тебя есть внутренний опор на на себя это уверен то что ты делаешь хорошо и тебе уже не надо ни с кем себя сравнивать просто это знаешь все но это долгий это очень долгий путь мы недавно разговаривали с дашей с моей женой о том что она перестаем по-настоящему крутые вещи крутое искусство это делается в общем тогда когда все все социальные в общем когда то что ты делаешь нравится любому поколению нравится любому человеку любому социальному статусу вне времени да 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 и да и это может нравиться эстетам которые с новой нравится кому-то их домохозяйкам и когда до этого уровня доходишь ты становишься крутым и ты просто себя принимаешь все это все нормально тем не менее мне кажется что люди когда добираются до этого момента они все равно не перестают страдать я не я все 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 жил последнее время надеждами что когда-нибудь это все прекратится вот эти страдания по которым ты говоришь но последнее время все чаще думаю о том что это никогда не прекратится вот эти горки американские внутренние может и не надо гармония но принять как-то рождается в муках рождается истина да вот поэтому ну слушай я же когда музыку писал я это я тоже я понимаю что и самые классные треки они все были в подавленном настроении написаны в какой-то ситуации в конфликте вплоть до того что если там я не знаю условно родители ругаются было отдушина взять гитару и начать что-то играть и ты не знаешь ты играешь и ты ничего это не записываешь и ты и не шедевр никакой но ты как-то свою боль там свои какие-то переживания да ты но ты это выливаешь и я думаю так жалко людей которые нет у них способа вот себя вот выразить во что-то что в моем окружении было много таких людей которые вот нет этой гитары нет этой там камеры в которой можно пойти и выливали вылить все да и правильные вещи сказал ну заметил по поводу того что там когда что-то внешне происходит ты уходишь в творчество и преодолеваешь потому что в детстве когда мы маленькие и мы можем заставать какие-то ситуации жизни иногда ругаются те же родители когда происходит какой-то трэш жизни и какие-то печальные события творческие люди становятся творческими потому что они уходят абстрагируются от внешнего и уходят полностью погружаются себя свое сознание и уже рисуют в своей голове новый новый какой-то мир свой и там уже в этот в этом состоянии рождаются новые художники новые видеооператоры и музыканты потому что они своем мире выдуманном уже начинают там все придумывать разных героев и все остальное да но тем не менее до присутствует всегда какая-то обратная сторона есть ощущение что есть люди которые не в муках не в страданиях своих там все выражают не знаю как вот по другой какой-то причине они обладают каким-то например большими знаниями плюс финансами плюс возможностями какими-то быть где-то да и они тоже делают классные вещи и это не похоже на то что это родилось в муках и в страданиях это похоже на абсолютно оптимистичный какой-то классный шедевр продукт современный который тоже живет там может прожить через года там кита ну сотни тысяч видеороликов тогда выходит ежедневно и завалено все просто куда ты не войди везде ты найдешь классные какие-то ролики но они классные вот сейчас но потом проходит время и вспоминают стоп какие-то особенные да вот эти но не знаю помнишь как все начали копировать вот это вот туркиш турки по-моему актуально но я смотрю на это ну да я смотрел тролик спустя уже вот какой-то спада это то он офигенный все равно как бы уже не было попсово там гиперлапсы как бы не тошнило от зум переходов он сделан там что-то больше чем просто набор техники но все равно это же тоже какая-то продуманная стратегия даже продуманная идея это сделал человек который оттачивал мастерство и это круто я много за кем слежу я смотрю что они делают постоянно классные вещи это немного раздражает но они думают может они покажут выживаешь от хорошего вроде проекта до офигенного там да опять хорошего да вроде бы ничего такой вот а на них смотришь 5 клёво 5 круто да что ж такое-то и такое ощущение что там не речь никаких не ему не о муках ну конечно но но вот именно само творческое мышление зарождается я думаю через какие такие события глубокие травмы хит или переживания те не кажется иногда что мы похожи на тех пацанов самоучек на гитаре со двора но я так и я так и думаю что я самоучка пацан пацан со двора он так и есть кто я я я я же игры учили играть на гитаре а сейчас снимать и фотографию на такие у меня же с района вообще пацан обычный а я в деревне родился вот и все там если копнуть дальше там мое прошлое там будет и 8 секторов на стадионе там около около футбола и всякие пьяные посиделки подъездах и все остальное но вся полная атрибутика парни из спального района полный набор все все попробовали все все испытали все знаем но это тоже где-то сейчас тоже где-то откликается правильно но вот это способность видеть классные моменты может это какой-то вычислительный процесс из того что ты знаешь что не классно об этом я об этом не думал прикольная идея пришла просто может мы так отсеиваем по набору того что мы уже видели мы просто понимаем типа чё клея цикады внутренние и всех своя у всех уникальная потому что то что видел ты никто не видел больше нужно твое именно видение я думаю все равно по поводу клиентов у всех свой какой-то подход я тебя спросил просто так про музыкантов потому что это довольно специфическая сказать тоже как неправильно но это своеобразное устройство ну да вообще работа с людьми искусства и люди искусства это не про порядок и структуру и это не это не сотрудничество как раз вот как между компаниями где маркетолог заказывает этом директор дал указание маркетолог звонит и ищет продакшен реализовывает проект и вы так работаете там вот это другое абсолютно и она не я бы даже сказал не имеет ничего общего но и там и там все равно ты же оказываешь услугу услугу видеосъемки услугу режиссуры не знаю услугу монтажа вот поэтому у всех свои подходы к клиентам я всегда рассказываю как у меня это происходит и мне интересно как происходит у других поэтому я спросил как ты уживаешься с ребятами я так понял единственный способ работать с музыкантами это с ними тусоваться с ними дружить просто ну да так и каждым многие вещи рождаются спонтанно там когда пока ты просто тусуешься и дружишь рождается идея когда ты постоянно находишься в этом потоке то есть это тоже все равно не коммерческая история это не про договора и предоплаты там условно но в целом у меня такой путь касаемо музыкантов то что я пытался найти какое-то компромиссное решение чтобы и ребятам было это не напряженные при этом я не делал все это бесплатно просто искать какие-то точки соприкосновения чтобы это было удобно всем вот но рано или поздно просто сталкиваешься с тем что потребности растут личные и нужно как-то из этого всего искать другие решения уже я ушел от музыкантов по большей части потому что у каждого свои сложности у каждого свои трудности не понимаю сейчас я работаю с кавер бэндами все-таки все-таки музыка но это уже там компания лаборатория музыки игре гейдман может быть видел конечно с ним работа из того что из последнего с контента для диваном магазинов дивана они производят мебели как-то мясо не занесло к ним и мы там мутим контент сейчас но всем же нужны соцсети развивать да это сейчас на самом деле очень актуально все это сам понимаешь сколько все это актуально конструкцию сильно вот и беру какие-то проекты на монтаж с туристической компанией работаю которую я задел делаю назовем этот подкаст съемка видео от диванов до рэп-клипа шок смотреть до конца на самом деле такой путь до дивана мы тоже много всего снимаем но самое главное что это нравится вот я я кайфую просто процесс мне нравится и диваны поснимать мне нравится с рэперами тусоваться нравится и фестиваль работать можно да и и самое главное что что есть есть возможность для совместного развития каждый развивает свои деятельности я развиваюсь видео они развиваются через эти видео как бренд свою продвигают и есть просто в этом взаимодействии рождается какой-то потенциал для развития когда обучается каждого музыканта все равно есть окружение есть такие же музыканты такие же группы как бы они все равно между собой мне кажется вообще не конкуренты но конкуренты не конкуренты но почему-то очень все разношел разбились все как-то по кучкам и особо никто ни с кем не взаимодействует это та же тема как и с тусовками про выражение по моему труфановым про заморскую видео тусовку то есть как бы ее нет нет комьюнити потому что каждый своем уголке живет что-то занимается своими делами и даже не пересекается на не пересекается отдельными мирами также с музыкантами я помню общался с ребятами которые застали времена краток кратера он ты тоже думаю знаешь и кассирина и застал и какой там был дружный комьюнити когда все тусовались на мощь было по 200 по 300 человек ходили друг другу на концерт вот так вот сейчас вообще никакого не поздно наизусть орали там какие-то еще слова постоянно ждали моментов когда там можно как-то что-то сделать подпрыгнуть вместе там я не знаю условно но вот эта сила была сила в его объединение то что люди объединялись и двигались но видимо да в этом клуб своими привозами когда есть осипенко тогда была популярна все эти сейчас вот такого я не наблюдаю сейчас что-то пытаются делать спалил дрожжи там с мирами местные она пытается это шевелить это муравейник но в целом у нас комьюнити нет мне кажется ни в одной деятельности нее не музыки не видел на программе я говорю за то что я в чем я сам борюсь то есть не музыки нет комьюнити не в видеопроизводстве каком-то слушай но ты вроде ты же ты в рок-тусовки вообще не но не особо не особо сказка сказка даже более электронная и и хип-хоп ну хип-хоп rnb да что такое вот тусовка для меня довольно неизвестным просто ребята за группу волны есть но они как бы не не рок по годе бы особо и но и там просто есть ребят которые продолжили то есть да мы с ними вот сделали клип который собран из пяти лет нашей совместной творческой деятельности много было материал много было бы кстати что много было всего того что было не выпущено и как раз стало подходящий момент момент видимо настал мы сделали клип который вот скоро выйдет я думаю там четыре или пять лет минут нашей деятельности все хранишь все храню все храню я по всему храню вся вся моя жизнь пустовать на жестком диске мой совет делай бы к бэкап я я я знаю то что надо делать бэкапа но мне кажется пока я сам не обожгусь об этой я так не пойму можно тогда говорят вся эта моя жизнь в этом жестком диске всегда хочешь как блин сделай сделай бэкап сделаю копию своей жизни да мы делаем регулярно бэкапом в морозочек обжигались на облаке не храните на каких-то больших бывают проекты и в облаке хранится какие-то заказчиков такая работа постоянная к стабильные там складывать складывается платим за эти терабайты вот и так резервы какие-то есть какая-то структура постоянно меняется в продакшене поэтому меняется и структура хранения и нахождение проектов потому что ну тут то 8 бит ты снимаешь что тут и там не знаю блогеров каких ты снимаешь вообще другое ли тут фильм какой-то поехали сняли который там вообще там несколько терабайт весь вот стараемся все дела бакапе у нас был случай один такой но какое-то чудо произошло я не знаю мы нам повезло в том что в плане что люди помогли быстро организовать и переснять и съемка была довольно простая и спасибо судьбе что мы обожглись вот на такой теме что материал как я не знаю сама сама растворился ну как он копировался и не докопировал просто-напросто и в потоке просто не доглядели что он докопировался когда настал момент монтажа вот так вот все просто я представляю какие-то холодный пот да так страшно ты знаешь человека говоришь надо еще одно из самых страшных что может случиться в принципе знаешь заказчику говоришь реально ли сделать еще раз съемку тебе дачу такое в принципе да мы можем и ты снимаешь еще лучше чем ты прошлый раз снял потому что уровень ответственности еще больше выше и тебя это подзарядило на то что нужно еще быть более внимая внимательность это все постоянно мне тут периодически точнее кто-то спрашивает типа что самое главное или на чего сделать акцент игры на внимательности ну сложно в в таком потоке когда ты живешь в digital да и в медиа и ты с этим связанным и ты постоянно и учишься и смотришь и делаешь и придумываешь и тебе еще нужно иметь какие-то способности к правильному там хранить правильно подписывать правильно нотка к архиву уметь организация как организация да да тебе получается а что если у тебя нет такой черты характера ну ты начнешься будет разбросан на диске ты будешь это и да и искать и нужно себя порядка я знаю что такое у ребята новичков со школы происходит такая тема или элементарно кто-то монтирует с флешки там кто-то еще что-то а потом флешка йог и все и плакала не только твоя еще не начавшаяся репутация уже а вообще настрой в принципе к этому делу ну все учатся на ошибках чужие мы что ли не совершаем эти ошибки просто каждый раз мы становимся более-более матерыми и защищенными вот но профалка профакапа я чувствую чувствую да уже вот витает в воздухе профакапа да расскажи как поделись но самое самый главный факап который меня очень многому научил это прям очень серьезный был урок когда я взял на себя обязательства и предоплату но в итоге что-то пошло не так опять же и я это я это не выполнил нет научила в принципе ответственности вернула принципе вообще меня вот вот сюда вот потому что приземлился приземлился до капитально и уже очень много нужно время прошло и уже по-другому смотрю принципе на замедлитель с клиентами и на предоплату и на все остальное на подход к работе потому что тут нужно там вот внимательность да я практически всегда отказываюсь от каких-то странных на мой взгляд предложений например какая-то нерациональная срочность я вижу что некоторые в жажде заработать они цепляются за это и берутся и это часто провально вот я стараюсь просто рационально взвешивать и говорить нет то что я понимаю что мы не сделаем очень хорошего за за этот срок ну я реально я ничего не нормального не сделаю насколько бы я не старался не получится уделить столько внимания я сделаю плохо значит ну то есть не то что плохо сделаю как сделала то это уже сразу такой знаешь ты себе ты себя распускаешь раз прокатил значит типа и второй раз может поэтому не даешь себе вот расслабиться и я смотрю на наши там долгосрочное сотрудничество с некоторыми клиентами я прям вижу на чем они-то держатся все на уважении на постоянном и на постоянной инициативе с собой стороны вот и вот в этой какой-то надежности и постоянном желании делать хорошо что там что-то то есть как только какая-то страна начинает что-то делать ну типа разберешься мы же уже делали да то есть то это не идет дальше нормальный я стараюсь все это удерживать вот ну как уважение и переговоры постоянный диалог постоянно ни о ком не забывать но у нас мы работаем через стрелла есть такое приложение которое помогает нормально организовать проекты узнать что у тебя висит знать когда у тебя съемки знать что в работе знать какой из этих проектов на каком этапе мне очень нравится мы подкрепляем материалы мы всей командой видим что там стрелла что на чем кто кто на чем работает вообще есть какие-то общие глобальные цели которые таки висят а потом закрылись приятно ощущение от выполнен и мы получается практически весь тот год я в том году ввел эту систему и по ней можно классно отследить еще еще раз и список до проектов количество про каждому пробежаться можно масштаб вообще работы оценить можно про каждый вспомнить и вспомнить кто чё делал это вообще круто можно отследить практически вот свои свои два свое движение свой рост девятнадцатый год очень был показательный в этом плане количество работ ника не было так сложно шоу рил собирает то что я все в основном как-то брал всегда за руки и кто-то мне чуть ну помогал кто-то со мной всегда был рядом там техническая помощь там или моральная или физически где-то что-то надо да но все равно и сам все делаешь сам сам все делаешь лучше себя никто не делал да это даже момент какой-то знаешь вот этого наверное внутреннего недоверия ты спустя время понимаешь что можно было бы сказать что а как тебе кажется может быть тот другой лучше сделать но ты не даешь я долго с этим расставался я долго к этому шел чтобы отпустить отпустить доверять людям и не свое мнение вот ставить точку только я так решил я знаю как точно правильно а все-таки вот учиться слушать других и давать им возможно что они тоже кайфуют от этого от своих побед от своих от своего участия и надо же понимать что они не для меня это делают а и для себя тоже это их проекта поэтому как только ты уходишь из режима работы в одного то что тебя там ждет с команды или уже наступила это в первую очередь учиться разделять я прям вот долго сопротивлялся правда учиться разделять потому что такое чувство собственности чувство не знаю инстинкт самосохранения что лишь ну как будто если ты отдашь что это уже не твое ну ничего вроде вроде у нас получается я вижу как много ребята привносят в наши проекты как они мне где-то разгружают как мы становимся лучше мои цели вот такие и дальше также продолжать и плюс мы все растем постоянно что учимся сделать что-нибудь такое чтобы это было и на еще более высоком уровне сделать для заказчик с которым уже работал чего-нибудь такое чего он снова придет восторг как в первый раз как как-то занимаешься организации там духа команды командного духа что были все замотивированные счастливые то что они делают эту работу я стараюсь но это наверное надо спросить у них получается ли у меня это ну например мы здесь выезжали на съемки на выездные по факту можно было не ехать всем но мы ездили с ночевой там не было связи я подумал что это отличный способ еще и обсудить какие-то вещи посмеяться опять же что-то вместе потусоваться ну мы мы работаем работаем но надо же и отдыхать как-то как ты отдыхаешь кстати вот это про выгорание можно поговорить бывает мне наступать такие моменты я скрываю это делаю вид что нифига такого со мной не проходит но происходит бывает и настроение нет ничего делать бывает как у любого человека кажется что все впустую ли ты чем-то кем-то недоволен что-то не так складывается вот про отдых как я отдыхаю но ты знаешь для меня достаточно зайти наверное домой как это дома и стены там помогают и я дома очень хорошо переключаюсь наверное поэтому совсем не получается уже работать дома захожу вот дом у меня собака это отклить отличный переключатель между состоянием работа и дом что на тебя мгновенно духа смена деятельности она вышибает тебя мгновенно из твоих серьезных мыслей это невозможно уже начнем концентрироваться как бы ты не хотел но уже практически невозможно вот провожу время семьей и очень люблю вот ездить у нас есть дом около озера в деревне и вот туда люблю ездить страдаю от того что редко получается ездить понимаю что мне каждый отдых там хочется сделать все более полноценным полноценный потому что даже там бывает настолько хорошо что хочется поснимать и тут уже начинается такое странное ты вроде отдыхаешь ходят и за камеру это все взялся за камеру и отдыхаем даже с теми с кем работаем еще больше почему-то хочется время проводить с людьми с которыми и креативишь которые тебя понимают иногда так задумываешься что может быть у шире был круг друзей из разных областей пока так не углубляешься вот эту профессию ну так бывает чем люди уходят в свою какую-то деятельность уже не интересно им с тобой тебе не интересно с ними это нормально пути расходятся на войну да зато кучу новых появляются есть такие закостенелые друзья же они которые все равно с тобой навсегда через года да да и непонятно брость общаться а потом внезапно схлестнуться и чуть не каждый день опять видеться есть слава богу такие вот а по поводу выгорания я пытаюсь наверное иногда найти причину почему так происходит сложно я думаю что тут просто причина в том что запас энергии он у тебя это истощая истощаемый и нужно уметь наполняться потому что много отдаем через минуты сам говоришь то что вкладываешь душ в каждый проект и я тоже так же вкладываю и как бы это не нравился деятельность она ты отдаешь и тебе нужно чтобы это как-то наполнялась обратно и это либо какая-то природа либо ну у каждого свое тут важно найти баланс важно найти вот свою часть которая будет наполнять потому что жить в усталости ты будешь принимать неэффективные решения у тебя снижается кпд ты можешь задачку то ты в в полном здравии будешь вполне два часа в уставшем виде ты будешь выполнять там полдня это не факт то что ты делаешь нормально поэтому тут важно любому фрилансеру любом человеку который таким занимается нужно просто искать чем наполняться да сегодня буквально говорили салой на тему того на тему режиссера монтажа начинка человек который монтирует какая у него нормальная ставка вообще по заработку как это вообще в моем видении как по это в моем опыте и опять же понимаю что я не хочу чтобы так было чтобы человек работал восемь часов за компьютером и час обедал то есть ну как как это бывает в принципе то есть это же творчество и невозможно себя загнать вот в такие рамки я я я на них а я не хочу этого но я думаю что это очень важно я со временем к этому пришел потому что раньше у меня был такой подход я поступал по течению я где-то тут поснимал там помонтировал проснулся помонтировал не сплю до пяти часов монтирую потом посплю пару часов опять помонтирую в общем а полный хаос происходил и это в этом какой-то кайф есть но сейчас я стараюсь просто организовывать свое рабочее время и какой-то график себе создавать хотя я на фрилансе но расскажи немножко поделись какой у тебя распорядок дня чем но я я стараюсь я стараюсь по проснулась балансируешь но стараюсь проснулся часов 8 9 потому что просыпался когда лето было просыпался в семь до того как дома проснуться проснется жена чтобы было время побыть наедине с собой в общем стать часа за полтора за два по чем кто с тобой живет но в данном случае это жена я просыпаюсь пораньше и просто занимаюсь своими делами настраиваю себя на рабочий день это зарядка какая-то элементарно это кофе и стараюсь в последнее время работать с головой со своей и настраивать себя мысленно чтобы день сложился хорошо может какая-то медитация таким именно тем навыками которые обладали как-то медитирую просто сижу и думаю о том что мне предстоит сделать настраиваю себя потом иду работать и работаю и выделяю себе какое-то время для перерыва я делаю какую-то часть задачи по монтажу дохожу до какого-то чекпоинта даю себе перерыв чтобы мозги встали на место немножко отдохнуть попить кофе принципе привести себя в чувство потому что так сфокусировано 8 часов сидеть это тяжело ты просто под конец дня ты теряешь концентрацию теряешь бедительность поэтому каким-то отрывками выставить работу часа по полтора по два делать перерывы потом часов 8 9 освобождаться идти домой и проводить время с семьей и принципе там уже и готовится ко сну но самое главное это начать день максимально эффективно потому что с этого с этого будет зависеть как ты день принципе приведешь весь либо какая-то зарядка либо какой-то важный дел который можно делать срочно и как с утра была шла не прошло не так по все весь день наперекосяшно или как говорят работный день свободный мы знаешь постоянно жену обсуждаем что сталкиваемся и обсуждаем что с одной стороны вот привычку и жить в какой-то системе когда ты рано встаешь ты много делаешь с одной стороны это классно с другой стороны даже от режима и стабильность от нее тоже устаешь и хочется прозгильдяйничать хочется не сделать что-нибудь не пойти куда-нибудь дать себе вот это вот но потом позволить себе да вот ну мне кажется классно я нормально к этому отношусь периодически даешь себе какой-то вот полную свободу но это это мне кажется есть часть счастье что позволить себе полную свободу ну ну как это относительно понять но я имею ввиду позаниматься чем хочешь вот в данный момент есть вещи которые нужно делать вот а есть вещь какие-то появляются внезапно который хочет который вне твоего там графика жизни вне твоего расписания вот и можешь себе реально позволить от чего-то немножко сделать перерыв от своего там график привычную позавтракать не знаю не дома не поехали поболеть нормально недельку не ходить на работу киношек старых насмотреться вдоволь книжку какой-нибудь прочитать дурацкую вообще абсолютно вот это меня тоже кстати вот очень хорошо наполняет я вот сейчас говорю и вот сейчас наверно понимаю что вот она работает то есть а иногда прям нравится загнаться в ритм и я считаю что нравится загнаться и жить в ритме как раз хорошо потому что иногда себе даешь вот эту слабость проявить потому что ты позволяешь себе потому что понимаешь что это заслуженно да наверное это какая-то награда награда за то что ты вот поработал хорошо главное сильно не это не разлагаться и тоже себя тоже сложно собрать если перри расслабиться да да собрать себя сложно и тоже не хочется когда уже расслабляешься чувствуешь у меня знаешь такое отношение к отпускам четыре дня потом что-то начинает происходить я такой как-то уже хочется и поработать хотя еще куча всего происходит если там где-то в отпуске за границей чего-то хочешь видишь что-то постоянно какая-то движуха ты первый раз этом месте но вот чё-то уже начинается окрадываться такое что ты слишком много не работал как будто твоя привычка работать она нарушается вот поэтому я для себя понял что я вот в идеале мечтаю о частых отпусках но коротких очень я прям интересно вещь недавно вычитал почитал книжку называется правило одной вещь если не ошибаюсь и там очень интересно описано что успешные люди строить свой свое расписание отталкиваясь нет дней которым нужно делать от выходных сначала планирует себе выходные там ты три дня подряд а потом округ этих дней уже планирует свое рабочее время я не знаю насколько это работает я думаю что об этом стоит задуматься и я возможно тоже попробуйте сделать да мы так не приучены не у нас нет этого в обиходе что отдых это реально очень важно со временем нашла суд больше понимать переключаться мужчина планировать с другой стороны ночью пока она прет пока она без отдыхов ты можешь пока ты не понял что отдых тебе нужен наверное надо фигачить и просто отрываться с другой стороны ну вот она тоже есть свои плоды то есть в этой перегрузке тоже есть ты же когда ты испытываешь слишком сильное вот это какое-то давление оно помогает тебе до расти и рост он как правило вот в дискомфорте все равно мы монтировали фильм 30 смен монтажных 8 серий сериал большой каждый день по 8 часов вот 8 трабайт материалом превратили в 8 серий документального фильма про футболиста вот тренера футбольный ссср и меня ломало меня где-то день на 13 14 меня прямо ломало меня прям уже и режиссер начинает немножко раздражать и я мне кажется его уже начали раздражать и я вот начал кто менять место мы были мобильные но в студии все то мы дома какие-то не собрались и стало попроще да вот локация для меня очень хорошо оказывает влияние также кстати классный положительный факт который могу про себя сказать перестановка и уборка это вещи которые очень хорошо заряжают какой-то глаз вот тут меняется что-то визуально передвинуть там где предмет к это новый стол купить старый там продать на авито какие-то вот эти мелочи они очень помогают стряхнуться на да это прям класс но было тяжело вот про тот монтаж и рассказываю длинный и 30 эти смен но зато тот финал ты можешь увидеть этот объем результат до так тебя вот берет вот это гордость что ты сделал такой вообще пласт работы ты еще в таких мелочах прокачался мелкая моторика до мышцы которые никогда не работают вдруг заработали там в тебе ну вот условно и потом ты как будто бы и знаешь новую оболочку обретаешь неуязвимости она каждый раз с такими дискомфортными ситуациями на все растет растет эту оболочкой ты становишься таким танком так просто превращаешься 4 то сказать забыл а вот это вот ощущение когда ты заканчиваешь монтаж и уже видишь готовый результат мне кажется то вот ради чего принципе я делаю то что я делаю потому что невероятно еще ни с чем не сравнить вот по поводу утра я могу еще сказать то что меня заряжает на могу потанцевать очень музыку когда готовлю за так просто потанцевать один там дома в трусах это ничего лучше мне кажется не зарядить танец хорошую музыку и все ну какие-то такие есть моменты вещи немножко выпускать нужно внутреннего ребенка потому что жизнь серьезная штука оказывается оказывается недавних времен выяснилось если кто не в курсе что ты еще раз доказал все это нет не даже особенно в последнее время что-то все серьезе серьезно поэтому нужно немножко побыть ребенком иногда порадоваться каким-то мелочам там солнышко который светит в окно красиво или просто хорошим самочувству и все быть благодарным просто за каждый день вот кстати одна из вещей которые я тоже делаю каждый день это благодарю себя и вселенную и ну принципе то что происходит просто благодарю за клиентов которые есть благодарю за жизнь просто благодарность выражаю мы засыпаем с женой перечисляем вещи которые нам в этом не понравились за что мы благодарим что мы говорим спасибо и какая была радость дня и все и это уже помогает как бы просто помогает то что ты прожил не за этот день на самом деле конечно это перед сном мне кажется тоже очень важно осознать что у тебя до подвести такой ну да итог дня чуть-чуть что было что было хорошо что было плохо плохой день хочется быстрее чтобы он закончился хороший хочется вспомнить еще раз но вот а если плохой день но и хочет чтобы он закончился очень помогает мне лично найти в этих днях что-то хорошее это может быть вкусный кофе которого сам себе сварил но хотя бы какая-то элементарная вещь может что-то быть там улыбнуть этот улыбнулся на по дороге там на работу из прохожих такие мелочи просто важно замечать и поэтому вот и есть такие вещи как секунды лет просто ну осознанность возвращаешься к этим роликам периодически пересмотрен частенько пересматриваю особенно связи с тем что я часто не ценил то что я имею это что то что я делаю и только-только начинаю все это заново открывать для себя свои же видеоработы и частенько возвращаюсь вниз ролики старые я иногда на них уже смотрю как будто даже не я их снимал что я понимаю что я вообще уже так не снял и мне за них там не стыдно я даже ученикам показываю мне одна ученица сказала такую вещь что горит я когда нахожу какого-то человека талантливого и смотрю какие у него классные там вот например работы я начинаю сразу лезть в самое конечное что начал и когда я горит нахожу какие-то дурацкие такие не особо серьезные работы мне это хорошо на душе становится что я то есть типа он не сразу ему свалился сразу стал каким-то крутым да значит и если у меня пока плохо получается у меня вот мне так понравилось вот это ее идея открыть я всегда так делаю я вижу классно фотографы я лезу там в 2010 год смотрю какими фильтрами он там обрабатывал условно это я тоже так смотрю как типа его вкус формировался я вообще никогда так не делал на него так не заходил не копал там понравился какой-то режиссер ты ни разу не зайдешь не посмотри что он делал до этого ну да да но я наверное просто это не не так вот не с не с тем подходом я нам просто смотрел что вообще есть а чё вообще он делал да и на время он сам знаешь можно наткнуться так что старые работы и новые работы они на уровне может только качество стало другое идея может быть вообще там супер гениально из чего человек начинал так вот она на оборот лезет убедиться чтобы посмотреть что все было так себе и все было простенько и то что она сейчас чего начинаю что это нормально у него также получалось поэтому мне все получится вот буквально занять показывал троллик 2013 года как я снимал семью эти ребята и я им показывают ролик я его не часто показываю не на каждом курсе а так периодически если заходит речь про нишу обсуждаем что существует там семейные ролики направления и зачем я буду чужой показать есть свой какой-то пример заодно и показать что я делал раньше чтобы они убедились что не имея практически ничего кроме камеры одного объектива уже можно что-то делать для меня вот многим почему такое ощущение что важно это доказать потому что какой-то тетя по посылу вот папа видеть в видео школе тебе приходится запросам люди определенным либо ну какую мысль ты принципе несешь основной вам это есть одна к этому я вам важно кто-то несешь через видео школу что-то пытаешься людям донести ты знаешь я я стараюсь найти какой-то подход каждому и мне кажется вот этими малыми группами мне ощущение что у меня до многих я успеваю достучаться и вот эти все лица это не поток неизвестных и стертых в моей памяти а я как будто с каждым из ним успеваю за это месяц познакомиться потом полюбить их и дать стараюсь то что именно они хотят есть кит общие вещи которые я естественно говорю которые мне хочется донести чтобы они это просто понимали но большинстве своем я вижу в людей страх некий они уйдут очень самоуверенные а потом они начинают в это копаться и у них страх и я хочу именно их сбалансировать в состоянии того что это действительно правда сложно и не хочу чтобы вы были легкомысленно мы здесь не только шутим веселимся но здесь и попахать придется вот это такой message но в то же время я хочу им сказать сделайте свою съемку вот сделайте сразу снимайте что вам нравится и мы за счет я вспомнил что только делая то что вам нравится вы сможете полюбить съемку и повысить вот уровень и научиться снимать найти свой какой-то очень дорожки только да только занимаясь именно тем что и я им даже так говорю пользуйтесь что пока только на вы начинаете потому что потом возможно вы захотите уйти в зарабатывание денег и сложно будет но именно я считаю что самое начало на самое вот оно такое важное выберите вот этот путь что вам нравится но опять же для того чтобы понять что вам нравится от правда надо очень много попробовать и поэтому я рассказываю я снял свадьбу я снял венчание я снял семейный ролик я снял клип и мы начинаем разбирать вообще типы роликов какие они вообще бывают их просто такое количество жанров и стилей и я им говорю не говорите мне что вы что-то из этого вам не по душе что-то а может быть этого нет в списке давайте добавим вот и такой searching пускай ищут и и мне когда говорят а сколько должен быть ролик длиной вот я говорю да хоть хоть 20 секунд если он если он классный потому что он именно из-за 20 секунд он самодостаточный научитесь форму держать ну вот не основной еще какой-то посыл то чтобы они обязательно ставили точки многих такая ошибка что они боятся выложить свою работу то что они видят что все вокруг очень круто и клёво и любая работа там то что выкладывается в ленте практически лучше чем то с чего они начали и они не делают этого и вот тот кто стыдится стесняется и не не ставят эту точку ему тяжело поставить вторую потому что вторая она всегда круче чем первое и я говорю кайфанить и увидите этот результат дойдите до 2 до уровня чтобы посмотреть какой первый был легкий и с каждым будет все круче и круче что я видел ребят который с нулевыми знаниями и делая полную какую-то фигню снимаю там котиков каких-то у себя на балконе делают потом внезапно какую-то очень серьезную вещь буквально через месяц я в восторге от этого то что это сделано там и благодаря мне в том числе и это 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 мой стимул преподавать дальше вот при этом я что же не какой-то там гуру тяжело за просто есть опыт котором ты делишь да с одной стороны надо себя тогда позиционировать потому что для людей важно учиться у таких людей которые вот на уровне у которые серьезны а с другой стороны ну хочется и приземленным таким быть понятными и внушить что я не всегда такой тоже не ошибаюсь и делаю абсолютно бесплатные ролики снимаю иногда тоже что они все же думают что миллионы зарабатываем и сразу это начали делать оказывается так что еще снимаем бесплатно ролики в процессе ну да подумаем на какие этапы можно принципе разделить жизнь видео мейкера давай первый этап например это к только об этом задумываешься это абсолютно бесплатно на какие-то вещи делаешь ищешь щупы этапы становления давать на влияние в этой профессии ты знаешь у меня есть один хитрый хитрый ход который рекомендую я предлагаю я вот ну я иду как хитрый я же даю знания определенные да и говорю им как можно начать можно начать с того чтобы найти в вашем окружении талантливого человека не обязательно известного или человек увлеченным своим делом понаблюдайте за ним и снимите это на камеру вот а взаимодействие с другим талантным человеком новичка это всегда такое ты видишь как что-то рождается можно не говорить даже можно упереться пока только в настройке вот этих камер вот но дальше первый этот этап если вы нашли эту талантливого человека и сняли небольшой ролик постарайтесь сделать хорошо насколько вы можете и заявить миру о том что вы начали многие не делают создать эту точку отсчета плывут по течению потому что кто-то узнал что он сделал ролик заявите сразу что вы начали делать не бойтесь что вдруг потом вы как будто дали кому-то обещание что вы начали ничего из этого не получилось что уверенность должна быть ее пока не может быть вот это я думаю первый этап надо попробовать сделать для кого-то что-то а тут опять же это возвращаясь к той теме делать что нравится поэтому будешь искать человек который тебе нравится он делает в любом случае тут пока побыть в зоне комфорта я ему нам и мы долго мы не выкидываем сразу в океан и плыви хотя это работает на многих но это не наш метод дальше что что надо чтобы мне как мне кажется но это я думаю что следующий этап это когда твой ну вот вот мы начали условно уже учет поснимали следующий этап когда ты переходишь уже плавно то что ну кажется можно на этом зарабатывать как бы я что-то умею я поверил я думаю что я уже что-то умею думаю пора бы на этом зарабатывать и там уже можно столкнуться с разными ситуациями с разными сложностями когда ты делаешь то что ты любишь и при этом пытаешься на этом заработать баланс очень много может быть проблем внутренних связанных с этим ты начинаешь просто ну можно там за зарыться в коммерческих проектах забыть вообще обе же про себя и забыть вообще что-то делал а знаешь как возникают вопросы мне кажется очень часто что я могу на этом зарабатывать первое тебя похвалили что и сказал кто-то что у тебя классно получается второе это ты потратил много сил и думаешь что это кроме похвалы должно как-то еще быть чем-то оправдано вот а третья потребность расти и покупать себе технику нового который дает тебе творческие ну и возможно всегда а у любого новичка это преграда очень большая тоже пока ничего нет и просто так откуда-то взять и накупить себе технику но мне нравится когда когда ты как будто бы это тоже как заслужил немножко я зашел просто таким путем например этот семейный ролик который я очень хотел снять сам моя была инициатива но люди понимали что я затеял что серьезное говорит мы хотим тебя благодарить то есть прикинь я сам просил людей снимать они хотели понимать что но как-то это нечестно у нас на мой классный ролик в итоге мы хотели как-то я знаешь как делал чтобы балансировать чтобы мне был неудобно тем более то близкие люди не говорю я хочу железку купить мне мне не хватает но я с этой железки уже хочу и вас поснимать я такой вот случайно так получилось и они мне 50 процентов стоимости дали вот на эту железку и я добавил свои и я купил и я ее применил там и она дала свой вот отпечаток как по преимущество вот но конечно это я думаю это железка на неравноценно слайдер вот я очень хотел слайдер нашел какой-то бюджетный он до сих пор со мной живет снимаешь на до до сих пор он на такой ужин конечно не супер качество но да так он со мной живет но это вот это классный способ но то есть если мы говорим о другой код ситуации новичка то тут наверное попробовать заказчиком селись человеком который заказывает если он сам тебе ничего не предложил то поговорить с ним на тему вложения денег в тебя и одновременно в него может быть какие-то в курсы или одновременно в него же за деньги вкладываются да да сейчас так было с заказчиком мне купили жесткий диск с sd и стала работать быстрее за соответственно монтаж клип пошел быстрее все все довольно очень класс вот вот это следующий наверное такой этап что дальше у нас происходит дальше и появились первые бартеры и маленькие суммы дальше он стал уставать все тут можно моты можно углу углубиться в этом этапе и понять с кем трудностями можно столкнуться на этом этапе там по поводу назначения цены за свою работу и страх принципе разговора о деньгах с заказчиками потому что многие стесняются многие боятся я сам-то также очень робко все это называю мою что тебя вот на твоем уровне как сейчас вообще поступаешь сейчас как ну да как ценообразование ты можешь там я вне я описываю виды услуг и количество специалистов на этом проекте и примерное затраченное время на то что на опыте все вы вывезено да и у меня есть таблица я в нее забиваю на эти данные вот от количества съемочных дней плюс закладываю туда налог то что я плачу и плюс небольшой буфер на всякие непредвиденные и на амортизацию оборудования какой-то я думаю что ошибки не ошибки страхи у новичков примерно все но одни и те же мы сами те зацию проходили это думаю тоже все это понимаешь то что ты боишься называть сумму ты не уверен в своей цене стоимость своей работы потому что думаю что что-то ну как стесняешься пока боишься сумму какой-то называть или как-то общаться с заказчиком до заказчиком нужно выстраивать какие-то границы и общаться с ним определенным образом и это тоже мало кто понимает как это делается потому что нигде не учат нигде об этом не прочитаешь нельзя я думаю что это собирательная история это вопрос психологии коммуникабельности развитости твоей и насколько ты вообще вот в своей среде хорош они же тоже помогают заказчики нам расти то есть о чем я хочу сказать что давать низкую цену это значит что где-то ты себя урезаешь например я прохожу курсы дорогие по 3d графике я по-любому на ком-то из заказчиков буду это пробовать внедрять но деньги еще брать не буду но в обучение то я деньги вложил я буду пройду в этот путь когда я начну эти деньги отбивать с обучения к счастью у меня последний раз был случай когда ученик сделал дипломную работу и у него ее купили дороже чем мой курс вот вышла вышел плюс да он просто не то что купил вот но я не рисуюсь такими штуками и не пиарю их там что вы приходите ко мне на курс как поднимали тему но такое может произойти если у человека потому что очень сильно зависит от окружения человека ты же сам понимаешь весь вообще и когда мы кстати говорим про путь это важно имеет отношение почему я и говорю о повестите всех извините если вы уже в какой-то среде актуальный и вас знают пусть есть и люди узнают об этом уже надо как-то проинформировать что вдруг внезапно после фотосессий вы решили освоить навык видео и идете в школу и рекламируйте школу тоже напишите что у нас учитесь это нам хорошо ладно но это еще и вам хорошо потому что это то что вы вы еще ученик и что с вас пока еще требования не самые высокие но бывает такое люди что они застревают в своем ценовом сегменте это им мешает расти они начинают страдать и видят что хотят тоже чего-то больше то что не могут некоторые могут наверное постоянно в одном и том же быть в одной вот этой вот без роста мы уже обсуждали тему с вот последний раз то что не все хотят расти сухом мы говорили но реальнее же вижу людей которые когда я начинал они уже вовсю снимали так они и так так же и снимают то же самое вот и все ему у них классно ничего их осуждать что ну да тут уже лично от человека зависит если ему комфортно почему бы нет ну а ты с чем столкнулся еще каким-то на влиянием трудностями и с финансовыми в точке зрения вот этого ценообразования какие ты даже советы советы от фриланса я конкретно узнавать потребность заказчика что именно он хочет не думать только о себе то что-то к тебе обратились должен сделать видео должен делать его как-то по-своему чтобы тебе чтобы тебе было что портфолио положить обдумать о потребности заказчика о том что он хочет и слушать внимательно его какие у него есть задачи и сразу на на при обсуждении уже сразу задавать какие-то конкретные вопросы как ты это видишь что-то тут хочешь какие какие ты хочешь проблемы в своем бизнесе решить потому что без четкого таза как говорится результат хз и можно сэкономить себе кучу времени просто подробно погружить погрузившись в человека своего клиента заказчика и понять что ему надо как он это видит это правда сколько раз приходилось переделать только потому что это я был не так внимателен или думал только но а слава своим страдаешь тут не только он еще и ты страдаешь но это это все это все это про заботу о себе о своем времени о своих ресурсах в итоге это все в своих руках в твоих же силах в твоих же силах пред себя предугадать дальнейшие события вот и честно говоря я вот жалко что когда я начал заниматься видео не было видео школы чтобы я к кому нибудь сходил и кто-нибудь мне сразу сказал про ценообразование какие мне объективы понадобятся все самому пришлось все самому все самому это тоже классно я говорю ребятам вы учитесь у меня еще учитесь чему-нибудь учитесь искать учить учитесь пробовать вне рамка курса это где-нибудь да выстрелит по-любому вот но периодически мне пишут с вопросами о ценном образовании я стараюсь терпеливо выдавать математику примитивно человеку легче становится от того что он не прогадал или хотя бы понял что в следующий раз он поступит не так он ошибся ничего меня расстраивает только если кто-нибудь чего-нибудь где-нибудь косячит вот например вопросу срок сроки я очень часто сталкиваюсь с тем что клиент приходит и он с кем-то работал из видеомейкеров и ему вообще очень жестко задержали срок какая у тебя вообще какой у тебя бакграунд с этой касая касаемо дедлайнов да укладываешься ты я сейчас могу ладно давай начнем с того что вот весь этот путь становления и взросления там на этот момент пришлось конечно много думаю нервов и заказчикам потрепать самому себе поводу дедлайнов и словно сроков потому что летел капитально вот и сейчас просто стараюсь более осознанно к этому ко всему подходить и уже анализируя сколько мне нужно конкретно времени на решение задачи и уже понимаю то что мне вот на это производство этого ролика учитывают сколько у меня заруженности нужно две недели я четко говорю человеку то что две недели и уже разбирался в тех историях почему так произошло почему это происходит это происходит потому что это но безответственность если говорить об этом но и но разбирался на смотри в общем про безответственность то что воспитание у меня ну просто такой момент психологически можно с такой точки зрения посмотреть то что я рос в семье в полной семье но при этом мне не дали отец не дал мужского образования не мы не с ним не общались там как жить как и там нужно правильно совести не просто давали внимание давали какое-то время совместное и мне было хорошо но со всеми вещами со жизни разбирался сам и чувство ответственности у меня как бы очень минимальным было потому что не было примера ответственного человека по моей жизни вот и соответственно бы когда появились клиенты уже когда ушел на фриланс очень много было моментов когда я но срывал какие-то сроки и находил кучу оправданий что когда но даже до этого доводилось это очень тяжело переживать эти моменты тяжело переживать но это тяжело конечно но в этом в этой тяжести я рос и наступала на свои ошибки и через них я вырос и и же не жалею вообще не за какой свой опыт жизненный и это вот вот весь путь там от воспитания отца до которая привела какой-то без ответственности чувство ответственности и это вылез то что сейчас я уже четко понимаю свою ответственность перед людьми и понимаю что нужно соблюдать и проговаривать и общаться уже более грамотно сам сам через все прошел на столкнулся но конечно тяжело у меня background очень конечно насыщенный и тут можно много чего-то это говорить много было хорошему был плохого много было ошибок и много было мне кажется за круто говорить о том что же был все равно ты ничего это не изменишь нет смысла это скрывать то если ты можешь наоборот кому-то помочь этой фразой этими словами кто-то услышит и подумает что блин я же тоже себя загнал в какую-то фигню и что надо остановиться доделаться до конца взвесить все начать двигаться дальше она уже что это мне мешает вообще там да у меня наоборот в этом плане у меня видимо настолько сильное вот это чувство настолько сильно на меня оказывает чисто ответственность что даже наверное вот тоже крайность своего рода что все контролируешь ну что мне страшно что я кому-то доставлю вот этот вот туда что меня вдруг скажет типа пара ты чё там вот не дай бог до этого момента дотянуть если это произойдет я впаду в ям я тревога большой стресс и я не хочу очень этого стресса и из-за этого я вот лишь у меня как тут по другому один раз жизни я задержал ролик про который мне напомнили и я разбирался больше почему так произошло и я понял что была невысокая цена тому что я мотивации не хватало поэтому получается что если ты не назвал себе нормальную цену я просто хотел напомнить что это тоже одна из причин да из-за того что неправильно себе цену задал ты недоценил свою необходимость мотивации к этой работы поэтому высокая цена да если нас слушают заказчики она обусловлена не только то что человек работает а то что он за мотивирован вообще делать делать срок делать классно и если ты накосячил получается на первом этапе на предпродакшен то ты на пост продакшене летишь и когда я задержал от ролик я понял просто что ну типа мне так я практически чуть ли не бесплатно его снимаю да что я могу себе позволить делать когда я хочу да но это конечно же на самом деле честно классика ваша для это классика хорошо что мы об этом поговорили потому что это будет актуально всегда и для всех и неважно это видео или там не знаю фотография сколько этих шуточек на тему когда фотографии или когда я всегда и когда я узнаю там что люди там сдают типа через три месяца как вообще там да ну надо побыть в этой шкуре во первых чтобы понять какого это когда у тебя каждый день по несколько съемок например когда жить надо обрабатывать с другой стороны я вижу как люди все равно даже большой объем работы но умеют оптимизировать находит ретушеров до находят каких-то людей какую-то помощь если не успеваешь значит тебе нужны люди мой кстати повод один из поводов но это кстати следующее это это этап развитие следующего мы с тобой поговорили в эту революцию на может что-то упустили если упустили напишите в комментарии когда ты когда ты понимаешь то что не справляешься сам тебе нужна помощь это уже следующий а потом ты начинаешь думать может быть и все-таки еще могу сам все сделать может быть не всегда надо прибегать помощи из а тут когда помощь прибегаешь ты же тоже вынужден делиться заработком а если ты еще на этапе становления то делиться с собой нечем путь будет особо делиться нечем и вот наверное этот путь он наверное вот этим обусловлено что ты должен научиться балансировать между всем этим туда баланс баланса сделать что-то мало взял тут что-то мало сроков назвал тут человека ненадежного собой да тут ничего вдруг но все это я думаю оказалось сложнее потому что не проговорили на своем опыте мне кажется только вот то что мы это обсуждаем не знаю насколько это может помочь кому-то но на надеюсь что поможет но пока я сам через сотни прошел губы я книжек не читал это это этого не заработает как говорится в видеошколе и в киношколе этом научит только жизнь жизнь на но и постоянный анализ мне кажется себя ну восстанавливайтесь вы и думаете что вы можете сделать но для того чтобы это делать я думаю что нужно отвлекаться на чё-то какую-то книгу прочитать она навела вас на мысли кстати вот когда ко мне в руки попала книжка кради как художник помнишь на все такое вот сейчас они все знают а я когда ко мне попала только появилась кстати ее купил из того что года 4 назад я купил из того что не был классный видеоролик у этой книги есть рекламный видеоролик прикинь и он очень клёвый стильный а ты много книг читал его этого автора во вторую часть только еще желтую которая покажи свою работу но вот первое вот это она ко мне попала в руки настолько во время это было просто не прям вот до смешного но настолько это мой мой моя инструкция была к восстановлению не в реальной и какие-то вещи которых я не мог подумать это книжка мне просто сказала а где-то ответила на волнующие вопросы я я не знаю если вы до сих пор не читали и вдруг окунули там ради как художник и покажи свою работу это очень важная вещь которую нужно всем читать они банальные может быть сейчас уже как-то время меняется уже все но даже банальные вещи их стоит говорить стоит обсуждать это все где-нибудь где-нибудь пригодится но вот и сказал то что книжка попалась в чем во время я считаю что любая встреча любая книжка любая музыка фильм приходите именно тогда когда ты к этому готов я думаю просто был к этому готов я на попался этот момент и все я думаю что мои подкасты хочется верить что это тоже происходит лишь потому что я вот готов наконец со всеми общаться со всеми открытой как-то какая-то новая стадия говорить и и наверное еще слез за собой следить ну а ты вот все творческий путь ты как шел сам по себе сквозь своей дороге и кто-то был у тебя кто разделяет его интерес по видеосъемке член потому что сам вот весь путь еду но мне только через время задумал я бы сказал что со мной постоянно кто-то добыл нет нет даже люди мне как-то в этом плане еще я не могу сказать что мне не везло мне наоборот очень сильно везло где-то понимаю что рождается именно тогда когда вот ты один на один но вот это вот поддержка и помощь я ее постоянно или где-то вот маг так получается что она оказывается рядом какой-то человек который супер надежный вообще просто который не за непонятной причинам готов надо ради тебя очень много сделать вообще безвозмездно практически вот потом уже понимаю что хочется ему тоже что-то дать есть люди которые наоборот вселили уверенность когда-то очень слаб когда ты на распутье какого-то своего роста ты страдаешь от того что не знаешь как тебе поступить и это это эта часть развития это вроде классно но ты переживание все это тяжело переживай да и ты поймешь что это риск и вот чтобы рискнуть что-то что-то риск оказывается какой-то рядом человек который помогать тебе принять решение вот ты же принимаешь все равно только одно поэтому уж правильно и неправильно это как бы я думаю что любой еще неправильно раз ты его принял ну да и да я я один из тех людей которые нуждаются в каком-то человеке который был бы рядом который поддержал и я сам мне кажется такой же я тоже стараюсь быть вот в чьих-то судьбах быть полезным поддержать и повлиять не периодически слышу как-то люди как говорят что они вот так случилось что из-за того что мы что-то сделали что-то вместе произошло мы движемся же я очень радуюсь таким еще преподавательская деятельность тоже в принципе имеет отношение вот у меня тоже как так заносило что в жизни попадались какие-то люди после после встречи которой они мне говорили то что ты капитальную жизнь мою изменил то есть если у нас с тобой мне кажется очень разный принципе жизненный какой-то подход возможно очень разный бэкграунд какой-то взгляды на жизнь ну мы говорили про образы которые создаются через соцсети вот я вижу что ты более такой структурный и практичный человек я немножко другим больше жизни был я столько себя это начинаю развивать но тоже время какие-то вещи вот плане организации команды подобрать людей там или повлиясь как-то на их судьбу у нас в чем-то логийский похожие черты очень интересно я даже тебе говорю вот эту структурность она на самом деле это же тоже есть недостатки у этого то есть вот это и знаешь летящий такого состояния но какое-то такой непосредственность и и никогда иногда не хватает потому что отсутствие этого дает тебе все сложнее пережить какие трудности баланс если ты более поверхностный каким-то вещам твое моральное нервное состояние она она легче но она крепче поэтому за своими плюсами скрывают свои недостатки вот и все структурность это где-то хорошо там да но вот нужно баланс везде лишь во всем баланс но ты хочется иногда наоборот я говорю это даешь себе вот эту волю свободу чтобы немножко побыть раздолбаем каким-то если грубо так выразиться потому что в этом тоже есть свои со свои плюсы по любому как вот мой того друг и заказчик архитектор у нас был с ним по-моему второй подкаст с кириллом ягурум по-моему для него же вы делали восьмбитку да да мы сегодня не один раз поговорили и мне когда с ним познакомился и вот мы уже как-то посотрудничали ему делали некий брендинг оболочку описание его и он мне дал почитать говорит смотри вот по мне типа портрет мы составили для брендинга чё скажешь я все прочитал я горд тут все так классно все так правдиво но они совсем забыли упомянуть о том что ты немного хулиган что ты не что ты не немножко вот такой как правильно сказать где-то можешь сотворить что-то без вот этой без официальности без своего вот багажа который ты накопил его легко отбросить и сотворить что-то и это для человека который занимается искусством очень важно по любому вот поэтому кто-то может прислушаться к этим правилам которые мы сегодня озвучили или нашему просто опыту но в любом случае есть еще 3 4 5 . там или 7 зрение и способы развития и которая будет правильная для кого-то который с которым мы можем очень не согласиться вот мне приглянулась одна фраза которого ты сейчас сказал по поводу то что это твой заказчик и твой друг как ты вообще расцениваешь работу с друзьями но как и к ней котик не подход к этому отношению тебя я просто не стесняюсь брать денег и тогда все это остается в рамках работы я просто отключаю в себе вот этот вот знаешь прибедняться и боязнь то что тебе скажут что ты чё офигел там друзья такого не произойдет вот потому что выбираешь себя в друзья тех кто тебя ценит если они оценят они поймут прекрасно я думаю на этой прекрасной ноте да да как ты я хорошо я думал что не был немножко взволнован потому что мне это опыт такой впервые и было интересно я думаю по крайней мере мне бы точно было интересно и мне супер надеюсь и остальным тоже не забывайте что если вы кстати во первых хочу поблагодарить всех кто дослушал до конца не знаю сколько там смонтируем из нашего переговоров и наших разговоров точнее и если кто-то дошел до конца я считаю это вообще супер круто спасибо вам огромное и что что послушали нас с алексеем я оставлю ссылочку в описании на его инстаграм обставлю через ссылку на его 91 секунду лета а дальше уже пусть посмотрит твоя работа может кто-то найдет и увидеть твой стиль и из моего окружения захочет с тобой посотрудничать ну в общем продолжайте слушать подкаст слушайте другие выпуски вот всем пока пока пока